Здравствуйте! Это программа Диаблога Вечном, и я ее ведущий Михаил Кириченко. Мы говорим о том, что действительно волнует каждого. Свидетельство тому огромное количество вопросов, суждений, а порой и острейших дискуссий на сайте нашей программы. В данный момент на своих экранах вы видите адрес моего блога. Высказывайте свое мнение, задавайте вопросы, предлагайте темы будущих передач, принимайте участие в обсуждении. Как всегда, делаем программу вместе. По данным Всемирной организации здравоохранения, количество новорожденных с аутизмом во всем мире неуклонно растет. Не обошла эта проблема стороной и Беларусь. Что должен знать каждый из нас, чтобы научиться общаться с этими людьми? Понимать и принимать их. Как помочь им адаптироваться в современном обществе и жить полноценной жизнью? Итак, тема сегодняшней передачи «Необычные дети. Адаптация и обучение детей с аутизмом в современном обществе». У нас сегодня в студии гости Ирина Михайловна Пушкарева, художественный руководитель Первого инклюзивного театра в Республике Беларусь и священник Сергий Орлов по первому образованию социальный педагог. Здравствуйте. Добрый день. Хотелось бы узнать, что такое аутизм и всегда ли классифицируется он как болезнь, а также каковы причины его возникновения? На этот вопрос, наверное, ответить сложно, потому что каждый человек может обратиться к интернету, найти это слово и увидеть, что аутизм – это психическое заболевание на генетическом уровне. Но это очень сложное и емкое понятие. Это психологам, наверное, нужно еще долго-долго разбираться в том, как, откуда и почему. Я бы хотела немножечко поговорить о другом, скорее всего, о том, что такое инклюзия и как мы можем жить и чем мы можем помочь детям и взрослым с аутизмом. Инклюзия – это включение, включение в жизнь. До недавнего времени, я так понимаю, что проблемы аутизма замалчиваются. Он был всегда, и за рубежом с этим уже активно живут, работают. Как сказал эксперт, который из Канады к нам приезжал, он сказал, что Белоруссия в этом отношении отстала лет на 50. Так вот, ваша задача – не спрашивать, как это возможно и что мы можем сделать, а уже делать сегодня, сейчас. Я прошу прощения, отец Сергий, хотелось бы вам все-таки дать слово, может быть, вы дадите определение. – Аутизм, слово появилось не так давно, особенно в русском языке. За рубежом психология, как наука, развивалась довольно серьезно в течение всего, скажем так, 20 века. У нас же в конце 30-х, перед войной… – Фрейд, Юнг. – Да, мы знаем, хотя была у нас очень сильная психологическая школа, и первые описания аутизма психологам Лурии были сделаны еще в 30-х годах. Однако потом и Лурию, и психологическую школу в конце 30-х годов уничтожили. И после войны этот период восстановления затянулся настолько надолго, а учитывая, что в брежневские времена стали применять психологию часто как метод воздействия и на людей… – Карательная психиатрия существовала. – Да, вялотекущая шизофрения, этот термин существует только в русской существовала психологии, не может быть с точки зрения мировой психологии. Вялотекущая шизофрения, однако у нас ее старательно лечили, и неугодных людей могли лечить очень долго. – Странно, что с уничтожением Лурии не уничтожилась проблема. – Постепенно над этим работали. И из-за этой работы нас, то есть советскую психологию, исключили из всех международных психологических сообществ. То есть не было обмена информацией, мы не получали литературы зарубежной, а нас не знали там. То есть мы жили, понятно, со своей стороны железного занавеса. И если появлялись какие-то работы в отношении детской психологии, то диагнозы ставились совсем другие. Или задержка развития ставилась таким детям, или детская шизофрения. Чего тоже быть не может, потому что шизофрения – это расстройство человеческого «я», скажем так, расстройство самосознания. До пубертатного периода, до подросткового возраста этого не может быть. – До полового созревания. – Да, такого расстройства. И статистики, получается, по тем временам толком мы не можем даже предположить, сколько было людей с такими особенностями. Мы знаем только некоторых личностей, великих людей, у которых были какие-то проблемы, схожие с этим. Шостакович, один из них. – Я же говорю, у таких людей, наоборот, талантов больше, чем… – Нет, нет. Считать, что в каждом аутисте, как многие помнят этот фильм с Дастином Хоффманом, по-моему, или как… – Больше всех вы помните, я вижу. – Да. – «Человек дождя». – Да, «Человек дождя». – И в этом фильме человек тоже с особенностями, скажем так, этого развития психического вдруг начал зарабатывать, смог просчитывать вероятности, и как бы делая ставки, получали большие деньги люди. Вот. И ожидать, что в каждом аутисте где-то сидит вычислительная машина, и на нем можно делать вот такой бизнес, увы… – Какое разочарование. – Да. Более того, за рубежом аутизм не считается сейчас болезнью, потому что у болезни есть начало, есть развитие, есть конец какой-то. И изучая аутизм, сказать, что есть вот это вот начало, середина и конец, что может быть, допустим, выздоровление какое-то, или что-то мы можем назвать выздоровлением, на сегодняшний день мы сказать не можем. О причинах мы можем тоже только догадываться. Кто-то говорит, что это связано с генетикой, кто-то… Были даже какие-то безумные версии, что это связано с приливками, еще с чем-то там, с мобильными телефонами, с обилием массовой информации какой-то обрушивающейся на человека и так далее, и так далее. И изучая все это за рубежом, а этому очень много посвящено серьезных работ по-настоящему, особенно в Америке, в скандинавских странах. Мы от них действительно отстали, я не знаю, как белорусская школа, но вот российская, говоря, вот специалисты говорят, что российская школа где-то в 60-х годах. Вот я не думаю, что мы намного убежали от них вперед. У нас нет содержания. Да, иностранные специалисты говорят о том, что на самом деле постоянно есть переобучение, повышение квалификации, но нет вот этого самого главного, нет содержания. И только вот сейчас у нас появляются специалисты в республике, это единицы, это буквально 3-5 человек, которые нам очень повезло работают у нас в театре, сопровождая детей. Это не просто тьютеры индивидуальные сопровождающие, но они работают, к счастью, под руководством психолога, который всеми поведенческим анализом владеет. Поэтому проще. Слава Богу, что замалчивание закончилось, и теперь можно открыто об этом говорить. Кстати, и наши зрители приняли самое активное участие в обсуждении этой темы. В частности, Елена из Бреста спрашивает. Еще не так давно в советской медицине диагноза аутизм вообще не существовало, что подтверждает наши с вами слова. Многие знали об аутизме только по фильму, упомянутому вами «Человек-дождяга». Герой смотрит телевизор в одно и то же время и обладает феноменальной памятью. Расскажите, что мы должны знать о детях-аутистах, что наиболее важно в общении с ними, и чем отличается мировосприятие таких детей, каковы они в реальной жизни? — Вопрос достаточно сложный. Я могу ответить на него в той мере, в которой я соприкасаюсь с этими детьми. — Да, тут много вопросов. — Да, конечно, в одном просто очень много вопросов задано. Мы с детками с аутизмом работаем каждый день. Они приходят к нам сначала в подготовительную студию, они занимаются с обычными детьми, хотя мне на сегодняшний день уже абсолютно не нравятся понятия разграничения «обычные дети» и «дети с аутизмом». Я вижу, что это абсолютно равные дети, и не хочу делить эти понятия, потому что мы своих детей специально не готовим. Они приходят, они не задают вопросов, они с удовольствием общаются, как общаются. То есть мы все знаем, что ребенок с аутизмом — это ребенок, который уходит от внешнего мира. Но я могу сегодня на практике уже сказать, что это далеко не так, и они хотят общаться. Дети с удовольствием друг друга держат за руки, танцуют под музыку. Я имею в виду и говорю сейчас о детях с аутизмом и о детях тяжелых. Они пытаются контактировать глазами, то есть они взгляды ловят. Они очень хорошо, слава богу, есть детки, которые еще год назад, например, не говорили, но благодаря вот такой профессиональной помощи тьютерам и психологам они начали уже говорить и даже читать. Кстати, о помощи. Есть специальный вопрос от Татьяны Нефедовой, постоянной посетительницы нашего блога. Какие существуют способы корректировки поведения детей с аутизмом? Каких основных правил следует придерживаться? Прошу прощения, опять же несколько вопросов. И бывает ли такое, что без участия специалистов ребенок вырастает адаптированным только за счет нормального к нему отношения? Я думаю, к обоим вам вопрос. И чтобы я еще, отвечая на этот вопрос, должен был бы сказать, Всемирная организация здравоохранения, ВОЗ, пресловутая, сейчас говорит о пандемии аутизма. Пандемия – это неконтролируемая и непонятно, почему происходящая эпидемия. И каждый год диагноз ставится на 13, условно говоря, процентов большему количеству детей, чем он ставился до того. И чтобы это не стало для общества случаем, когда с этим человеком он настолько, может быть, запущен, что по-настоящему вернуть его к социализации какой-то нормальной жизни невозможно. А так очень часто бывает и получается в итоге человек, за которым нужен уход, который даже с экономической точки зрения, извините, не является налогоплательщиком и так далее, и так далее. И все потому, что запущено все на ранних стадиях вот этого развития и нету диагностики в раннем детстве. Когда ребенок, родители обнаруживают там в год, в полтора, что, ну, он, допустим, не разговаривает, что он не фокусирует на предметах взгляд, что ему что-то неинтересно, неинтересно общение и так далее, и так далее. Есть особенности какие-то развития, и они очень широкий спектр могут иметь, да, приводят в больницу, им говорят, ну, ему что-то полтора года, это мальчик, допустим, а у мальчиков в пять раз чаще аутизм в среднем встречается, чем у девочек. Вот, и ему говорят, идите домой, он у вас пройдет год-другой, и все будет нормально. Его приводят раз за разом, раз за разом, и только в три года, когда он не разговаривает, его отправляют к психологу детскому. Вот, и детский психолог говорит, а уже все, уже многое пропущено. Для ребенка человеческая речь на ранних стадиях настолько же понятна, как нам понятен долго дельфини язык. И рядом стоят взрослые, к нему обращаются, что-то чирикают, и ребенок в ответ, желая показать, что он хочет общаться, но ничего не понимает, он сам начинает кричать, как-то привлекать к себе внимание. Огромная проблема в том, что окружающие не принимают таких детей. Мужья уходят из семей с детьми-аутистами примерно в 70% случаев. А может быть, не стоит все взваливать на семью, на врачей? Может быть, церковь может какую-то помощь оказать семьям, которые воспитывают детей-аутистов? Какую может церковь оказать помощь? Во-первых, здесь важна помощь в первую очередь специалистов. Церковь может оказать некоторую помощь, если при этом будет помощь настоящих специалистов. Потому что священник со своими методами, да, то есть, что он может, священник, предложить, ну, духовные какие-то вещи, молиться о ребенке, да, что тоже действенно и помогает. Но есть идеал, сформулированный еще в первом тысячелетии, да, идеал христианской жизни. Нужно молиться так, как если бы все зависело от Бога, и делать все так, как если бы все зависело от тебя. Можно эту фразу продолжить? Да. Дело все в том, что отдельно, наверное, да, вот церковь, отдельно родители не сделают ничего. Я хочу сейчас сказать, что наша задача не от родителей ждать инициативы, того, что они будут пробивать лбом стену и что-то для своего ребенка делать. А общество должно на всех уровнях. Это и церковь, и государство, и мы должны быть неразделимы в этом нашем общем стремлении. Я хотела бы отметить организацию, которая у нас, слава богу, сейчас есть, международная благотворительная, это Дети-аутизм-родители. И ее вот руководитель Татьяна Яковлева, она сотрудничает, естественно, рука об руку с нашей церковью и с родителями. И поэтому в этом огромная сила и помощь, потому что вот эта инклюзия, мы сейчас ушли немножечко от этой темы, забыли это понятие. Должны все понимать, что это такое. И для того, чтобы понимать об этом, должно быть информирование. Чтобы все поняли, о чем мы говорим, давайте посмотрим небольшой видеосюжет о вашем театре, и потом вы расскажете, чья это идея была, как она работает. Давайте попробуем. БУ-РА-ДИ-НО! 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 И, но, у, да, и, но. Ирина Михайловна, Вам слово. Прокомментируйте то, что мы сейчас увидели. Мы сейчас увидели фрагмент мюзикла, который мы сделали специально для фестиваля «Сказки нашего детства», который проводила наша белорусская киностудия. И наших артистов маленьких, это самые маленькие, там от пяти лет детки были. Киностудия, которая сняла этот фильм, кстати, когда-то. Конечно, да. И вот мы очень довольны тем, что получилось, потому что как-то было всем весело, всем хорошо. И в конце зал точно так же, как в фильме, вставал и вместе все пели, вот, наверное, что наша задача нести добро, радость, да, и вот что может театр искусства на всех вообще возрастах, на всех уровнях быть носителем какой-то идеи, да. А вот идею создать инклюзивный театр, это тоже как бы совместное решение, но, наверное, оно бы не возникло, если бы этой проблемы у нас не существовало, да. Как говорят, что иногда появляется вот все само собой, и родители привели детей, и у нас сильная творческая группа, и мы готовим мюзикл. И вдруг, это в прошлом, правда, году, было в августе, звонит Татьяна Яковлева, вот, из благотворительной организации «Дети и аутизм родителей», и говорит, что вот, Ирина, не могли бы вы с нами совместно вот поучаствовать и вот сделать такой вот проект, и мы бы хотели с нашими детками попробовать. Конечно, я ни секунды не сомневалась, я сказала да, вот, и с тех пор ведется корпотливый процесс, мы усиливали свою творческую команду, мы работали с педагогами-психологами, и вот огромное спасибо Татьяне, мы на сегодняшний день имеем уникальных специалистов, которые сопровождают детей тьютеров, и, собственно говоря... Результаты, на самом деле, превосходны, никто их не ожидал. Дети, во-первых, дети с аутизмом, как правило, очень тонко чувствуют и слушают музыку, чем мы пользуемся. То есть, на самом деле, деток с каждым днем становится больше, мы очень бережно к этому относимся и не стараемся перевыполнять какие-то планы и говорить о каких-то процентах, но мы очень открыты, и каждый день звонят родители и говорят, они могли бы вы встретиться с нами, что очень радует, посмотреть на ребенка, может быть, вы бы его включили в творческий процесс. Мы с удовольствием стараемся это очень бережно делать. Результаты такие. Первый раз пришел мальчик к нам, вот, родители сказали, вы знаете, вот, ну, мы должны все выйти, потому что вряд ли что-то получится, вряд ли он сможет пробыть тут дольше пяти минут, и вообще музыка, и яркий свет, и звук. И, естественно, мы все выполнили условия, но, тем не менее, занятие прошло прекрасно. Педагог играл музыку, и на первом даже занятии мальчик спел песню. Этот мальчик год назад еще не говорил, но вот, слава богу, прогресс идет, это благодаря специалистам, именно психологам, а мы в данном случае подключаемся. Он работает в группе с другими детками, никто не задает и не задал ни разу вопросов, а что с ним не так, от детей ни разу не поступило такого вопроса, и не было никакой негативной оценки, и вообще никакого негативного вот такого уторжения. Поэтому вот еще один мальчишечка, который прекрасно поет, он говорит хорошо, он сейчас вот еще будет заниматься и фортепиано, потому что на самом деле с ним немножечко все полегче. Он вот, видимо, это синдром Аспергера, когда вот именно высокофункциональный аутист, он, видя руки пианиста на клавиатуре, он может повторить музыкальное произведение. То есть я думаю, что это вообще гений, и нам везет вот на таких вот деток. А самое главное, я вижу, что наши дети, простые, обычные дети, талантливые, которые ходят в студию, они тоже учатся. И я даже не знаю на сегодняшний день, кому это больше нужно, деткам с аутистом или вот нашим детям, которым вместе. Кстати, вот отношение к подобным людям и отношение к обучению их вместе с так называемыми в кавычках нормальными, очень такая горячая тема. У меня есть сразу две противоположные цитаты на эту тему. В частности, Сергей пишет, полностью согласен с теми, кто ратует за инклюзивное образование, наши дети должны иметь равные права и возможности и получать образование вместе со сверстниками. Однако и противников такой системы образования немало. Вот один из таких комментариев. Анжелика пишет, да, аутиста нужно социализировать, но почему этим должен заниматься мой ребенок? Я категорически против. Ваше мнение, должны ли дети с особенностями психофизического развития получать образование вместе со своими здоровыми сверстниками? И какой положительный опыт дает внедрение такого обучения и с какими трудностями на пути мы можем столкнуться? Можно я отвечу на этот вопрос? Конечно. Вы знаете, обязательно должно, потому что общество здоровее будет. Вот это такой короткий ответ. А вообще я бы хотела сказать о том, что, безусловно, это большая кропотливая работа включения деток в общеобразовательный процесс. И каждый ребенок, к сожалению, должен быть стьютором, да, сопровождением. И это большая работа и нашего общества, и государства в том числе, потому что оно должно обеспечить. В некоторых государствах это уже на законодательном уровне решено. И родители не задумываются о том, они идут просто в школу, в сад, и школа предоставляет, даже если нет, они в кратчайшие сроки решают этот вопрос. Безусловно, ребенок сам учиться не будет, если это тяжелый ребенок с аутизмом, и он будет на всех этапах нужно решать. Сейчас институты должны, и школы, и везде проходить какие-то хотя бы информационные часы. И педагоги по математике, русскому языку и так далее, они должны понимать, как работать. И все это делается, естественно, с психологами, с сопровождением. Комплексно нужно решать этот вопрос. Мы за пять минут и завтра не добьемся инклюзии полной. И если мы будем каждый раз спрашивать, а мой ребенок, нет, я не хочу. Ну, вы знаете, что, ну, во-первых, на самом деле правильно, добрее надо быть, да. Во-вторых, это точно такие же дети и люди. Они такие же граждане, с такими же правами. Абсолютно. Ну, почему, например, сейчас уже стыдно ему говорить, что вот у него черная кожа, а тут белая. Меня простите. О чем мы сейчас говорим и какие вопросы друг другу задаем? К сожалению, получается так, что иногда даже в песочнице начинается неприязнь людей, ну, родителей, каких-то других детей к тем, кто приходит к детям-аутистам. Да, они говорят, уберите своего дебила и так далее, и так далее. И эти люди вынуждены замыкаться где-то себе дома. Родители их клюют, их уговаривают, и какие-то бывают специалисты, где-то и психологи, что сдайте его в спецшколу, а вы еще молодые, родите себе нормального. Муж уходит, и этот круг затягивается, и круг, и узел становятся все туже и уже, и, ну, и проблемы становятся все серьезнее. Действительно, там, к семи годам уже получается, не только в школу не могут взять такого ребенка, а его берут в спецшколу, которую он когда-то заканчивает, и отправляют его, ну, в лечебницу до конца жизни. Чтобы этого не происходило, вот важна диагностика, во-первых, на ранних этапах, и, во-вторых, внимание всего общества и попытка всех людей быть доброжелательнее. Нельзя не любить человека только за то, что он не такой, как ты. Спасибо большое вам за ваше участие. К сожалению, наша передача заканчивается. Я напоминаю всем нашим телезрителям, что сегодня гостями в студии были Ирина Михайловна Пушкарева, художественный руководитель первого инклюзивного театра в Республике Беларусь, и священник Сергей Орлов, по первому образованию социальный педагог. Хочу напомнить всем о том, что в нашем обществе об аутизме известно не очень много, но рядом с нами живут тысячи таких людей, и всем им нужно наше понимание и участие. Это была программа «Диаблога вечном», и я, ее ведущий Михаил Кириченко. Счастливо!